Надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения. Критерии безопасных дорог. Добрый день в студии Никита Филиппов. И сегодня на вопросы по этой теме с удовольствием готовы ответить начальник отделения дорожного надзора окружной госавтоинспекции Петр Майданов. Петр Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Югры Игорь Газизов. Игорь Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. И первый вопрос сразу к вам. Какие основные критерии безопасности автомобильных дорог сегодня существуют и кто следит за их выполнением? В данном вопросе нам нужно начать ответ с самого определения, что такое безопасность дорожного движения. Это все-таки степень защищенности участников дорожного движения. от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Соответственно, обеспечение безопасности дорожного движения – это та деятельность, которая направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, на предупреждение, вернее, ДТП и снижение последствий, тяжести последствий данных ДТП. Поэтому какие критерии? В первую очередь, конечно, критерии соответствия той или иной дороге нормативным требованиям. Это то, что необходимо в первую очередь. Бывают дорожно-транспортные происшествия, случаются и выявляются места констрации ДТП на участках дорог, которые соответствуют всем нормативным требованиям. Тогда в данном случае для того, чтобы все-таки ликвидировать данное место констрации ДТП или, так скажем, нарастающее это место констрации ДТП, выполняются дополнительные мероприятия, которые не обязательны с точки зрения нормативных документов, но которые оказывают влияние на снижение самих ДТП и тяжести, количество ДТП и тяжести их последствий. А кто осуществляет данное мероприятие? Ну, в первую очередь, конечно, это владелец автомобильной дороги совместно с подрядной организацией, которая выполняет непосредственно работы по приведению участка дороги в безопасное состояние. Хорошо, спасибо. Пётр Борисович, госавтоинспекция, какие полномочия у вас в этой области? Госавтоинспекция осуществляет федеральный государственный надзор за состоянием дорог. То есть мы в рамках своей деятельности проверяем соблюдение нормативных требований, чтобы дороге соответствовало, соответственно, выявляем причины и условия совершения происшествий. Ну и, соответственно, заботное предложение, которое в дальнейшем вносим владельцам дорог для их реализации, для выполнения на плюнных участках дорог. Этот, скажем так, нормативный документ, указ 711 президента Российской Федерации, который является основополагающим по нашим полномочиям. Насколько часто вообще в нашем округе вы сталкиваетесь с подобными ситуациями? Или эта динамика идёт на уголь? Нет, ну, конечно, у нас нарушения есть постоянно, повсеместно, скажем так, выявляются. Тем не менее, в рамках реализации национального проекта, мы совместно с органами самоуправления и с департаментом тесно сотрудничаем. И вот именно там одна из задач является оснижение количества этих аварийно-опасных участков, то есть местная концентрация ДТП. Ну, есть, конечно, и, то есть у нас, скажем так, плавающие, то у нас больше очагов варийности, то меньше очагов варийности. Ну, как бы, пока мы идём всё равно, скажем так, ну, на снижение. Игорь Геннадьевич, вопрос к вам. Если всё-таки житель, автолюбитель твёрдо уверен, что вот данная автомобильная дорога не соответствует требованиям, нормативам, прежде всего, безопасности, он может самостоятельно это проверить, прочитав какую-то документацию, или всё-таки вы рекомендуете ему обратиться соответствующим заявлением в какие-то органы? Ну, поскольку всё-таки обычно граждане не являются специалистами в области дорожной деятельности, конечно, в первую очередь рекомендация обратиться к владельцу автомобильной дороги, либо, если это населённый пункт, возможно, там, в администрацию муниципального образования, с вопросом, что выявлено гражданином, жителем города, например, или иного населённого пункта, что он считает несоответствующим. В целом, конечно, он может прочитать литературу техническую, но тот тоже, тот, все понимают по-разному, прочитав один и тот же текст, может быть и так. Главное, я хотел бы обратить внимание, чтобы не выходили люди, незащищёнными на проезжей части, и вообще лучше не выходить, там, как некоторые выходят, замеряют глубину ям, ширину, длину и так далее, потому что, всё-таки, выходя на проезжей части, тем самым человек подвергает себя и других участников дорожного движения опасности. Поэтому всё-таки рекомендация выявили какой-то факт, считайте, что не соответствует. Сейчас даже, ну, все знают, не нужно писать писем, там, на бумаге куда-то ходить, их относить, там и так далее, всё доступно, то есть у всех есть сайты, в том числе в социальных сетях, странички, куда можно написать обращение, и это обращение будет рассмотрено, и по нему будут, в общем-то, приняты меры и предоставлен соответствующий ответ. В том числе механизм, когда случайно, вдруг откуда ни возьмись, явление, конечно, редкое в нашем регионе, но, тем не менее, образовалась на проезжей части огромная яма. Ну, вот, внезапно она появилась. Вот здесь механизм действия автолюбителей, ведь эта яма может навредить, привести к каким-то дорожно-транспортным происшествиям. Ну, в данном случае, если это всё-таки аварийно опасная какая-то ситуация, конечно, тот, кто выявил, может каким-то образом обозначить эту выбоинную яму на проезжей части, но необходимо всё-таки тут же сообщить владельцу дороги, эксплуатирующая организация, то есть телефоны, в принципе, на трассах, на загородных дорогах размещены. В конце концов, служба 112 доступный телефон, служба ГИБДД, то есть по любым доступным телефонам информация будет передана эксплуатирующей организации для оперативного устранения. Вопрос у меня, как у обывателя, как автолюбителя. По какому принципу и по каким нормативам выбирается ширина автодороги? Ну, скажем, на трассе бывают очень узкие места, в пределах муниципальных образований дороги достаточно шире. Ну и даже в пределах одной трассы бывают разные по ширине участки. Вы правильно заметили, что есть загородные участки автомобильных дорог, есть улицы дороги в населённых пунктах. На загородные дороги, на улице населённых пунктах распространяют всё действие два свода правил. Один свод правил по загородным дорогам называется «автомобильные дороги», а тот свод правил, который действует в населённых пунктах, называется «городостроительство, планировка, застройка городских и сельских поселений». Так вот, согласно своду правил автомобильной дороги, начать с того, что ширина полосы проезжей части, количество полос проезжей части, ширина обочин, она зависит от категории автомобильной дороги. Если мы говорим о загородной, категория зависит от интенсивности и состава плотности транспортного потока. То есть, чем больше автомобилей проезжает в единицу времени через поперечные очищения дороги, тем, соответственно, категория автомобильной дороги будет выше. Исходя из этого, как я уже сказал, количество полос, ширина полосы, обочин и так далее. В населенных пунктах ширина полос, количество полос зависит от значения улицы и дороги, то есть здесь немножко другая градация. Ну, тем не менее, есть требования, и тот участок, о котором вы говорите, что он где-то на загородной дороге, ну, кажется узким, например, ну, скорее всего, это просто участок подошло время, когда он требует, стал требовать реконструкции, то есть повышения категории данного участка дороги, поскольку он перестал справляться с нарастающим уровнем автомобилизации, с нарастающей интенсивностью движения транспортных средств. Да, ну и вообще хотелось бы на загородных участках четырехполосное движение в идеале наблюдать. Я с вами согласен, но еще раз говорю, есть свод правил, то есть это раньше называлось строительной нормой правила СНИП, да, сейчас это своды правил, актуализированная редакция СНИП. Этот документ распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог. Он как раз определяет, в каких случаях необходимо обустройство, там, ну, вы говорите про загородные, где там хотелось бы четыре полосы. Вот именно на загородных трассах это категория 2 минимум, четырехполосная, и максимум это категория 1 АБВ. Третья, четвертая, пятая категория автомобильных дорог это две полосы, то есть одной полосе в каждом направлении. Да, большое спасибо за ответ. Петр Борисович, заключительный вопрос к вам. Совсем скоро мы будем наблюдать из окон своих автомобилей сугробы, за окном зима впереди. Могут ли сегодня жители жаловаться непосредственно в госавтоинспекцию на снежные заносы во дворах, на городские власти, которые плохо чистят, по их мнению, дороги? Случаются ли такие звонки и обращения? Конечно, у нас с наступлением зимы такие обращения поступают. Надо же понимать, что у нас протяженный дорог более 30 тысяч километров, то есть я включаю и местные значения, региональные. И, скажем так, ежедневно охватить всю сеть, вывести эти моменты, где есть оснежные заносы, накат. Сотрудники госавтоинспекции, скажем так, не охватывают всю территорию. Поэтому это будет большая помощь госавтоинспекции уже в связи с обращениями, проводим проверки и, скажем, при установлении всех фактов, то есть современная снегочистка, либо принятие мер, то лица привлекаются к ответственности. То есть, если, допустим, по законодательству, у нас за это присутствует ответственность от 200 до 300 тысяч в отношении юридических лиц. При этом у нас, как уже сложилась практика, в большинстве случаев сейчас в микрорайонах все-таки проезды принадлежат собственникам жилых помещений, то есть владельцам дома. И там есть, ну, некоторые, скажем так, нюансы, которые осуществляют в том, что там эта информация передается в жилищную инспекцию, потому что, ну, госавтоинспекция, когда такие моменты есть, она не полномочная привлекать к ответственности. Там единственное, что мы только влияем в выдаче предписаний и потом контролируем за их исполнением. Это, конечно, как бы, в любом случае, хоть на сайт, госавтоинспекция хоть на телефон дежурной части, при постановлении таких обращений всегда, ну, проводится проверка. Ну, в любом случае, госавтоинспекция бдит, следит, наблюдает и в любой ситуации оказывает помощь. Конечно, конечно, несомненно. Большое спасибо нашим дорогим гостям о надзоре в области обеспечения безопасности дорожного движения, о критериях безопасных дорог. Мы сегодня говорили с начальником отделения дорожного надзора окружной госавтоинспекции Петром Майдановым. Спасибо. Спасибо. И заместителем директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Югры Игорем Газизовым. Игорь Геннадьевич, спасибо за разговор. Спасибо вам.